слава украине привет всем от полонского знаете слово чокнутая россии уже даже ну как-то не серьезно говорить потому что она явно недостаточно теперь это можно уже сказать шизофренистическая не знаю как то вот что такое вот подумайте сами я вам дам последний пример из того что там происходит и вы просто оцените и сами дадите какое-то название или какой-то не знаю назовете это все дело значит смотрите путин поддержал идею проводить так называемые разговоры о важном то есть накачку политинформацию назовите это вот как угодно в детских садиках то есть среди маленьких детей будут делать гитлерюгенд напомню что да такое практиковалось при гитлере абсолютно да тут я согласен ну то есть вы скажете что путин не хуже гитлера если уж все-таки хуже с моей точки зрения при гитлере это было все таки по моему начиная с какого-то там то ли средних классов то ли начальных классов школы то есть там гитлерюгенд уже в школе был что же касается путин югенда который является преемником гитлерюгенда с подобными идеями да это уже переносят в детские сады это это чоктутся можно дети которых только от соски оторвали в тебя шиким в голову войну с нато с геями с марсианами с хохлами еще что-то раисе в перде величие вот эти вот этот вот смрадный весь бред вот этот вот идиотизм аля соловьев значит перенести на детей которым там пять лет или четыре года но вы знаете я вот подумал да это уже это уже за предел это днище как оказалось не днище по всей видимости будут и дальнейшие шаги и этот тут прикинул что значит следующим может быть путин поддерживает идеи вот этих политинформации разговора важном в яслях если это маленькие дети от полугода там до трех лет вот соской как раз которая в принципе да им будут соску давать и сразу рассказывать политинформации чтобы дети уже сидя прямо на горшке прямо в яслях уже знали четко политическую ситуацию и разбирались с кем им придется значит воевать и какого чудика который гадит в чемоданчик кстати очень чем-то этот чудик похож на этих маленьких детей которые гадят в горшочке железное в яслях вот его надо защищать защищать и значит если что подохнуть за него для этого их собственно говоря и родили но я думаю что и этого им будет мало и поэтому мне в виду я думаю мне кажется что введут вот это вот разговоры о главном прямо в роддомах ну а почему нет ну подумайте сами вот рождается в отопитеков рождается ребенок да вот он только родился в момент рождения а тут уже стоит значит комиссар все как полагается и разговоры о главном да важном и сразу ему значит на голову вот эту всю информацию он только не успел еще родиться у него еще знаете темечка открыта там дырочка где-то еще в голове ну у кого младенцы были те знают очень проходит хорошо туда информация всякая и тут комиссар значит врачи и в отстраняют и значит ему туда через мегафон рассказывает насколько путин хороший какой у него замечательный чемоданчик замечательный стул и какие плохие американцы вот но как мне кажется это еще не окончательное решение этого вопроса потому что за этим шагом последует еще один шаг разговоры о важном введут с эмбрионами ну вот допустим русская женщина забеременела там или российская правильнее сказать на рода будет более корректно и вот она с пузом ходит а к ней подходит комиссар и значит с ее эмбрионом значит будет установлено определенное время например почетным дням с 3 до 5 дней заходит комиссар домой и значит разговаривать с ее эмбрионом который еще эмбрион который еще не родился о важном чтобы он сразу же значит в момент рождения об этом уже разговаривать поздно вот уже вы у него могут быть какие-то другие знаете зачатки а вдруг он нормальным человеком вырастет и он должен вырасти путирастом поэтому надо говорить с эмбрионом тогда все будет нормально но друзья мои и это тоже знаете ли не конец не конец да дело в том что мне кажется что следующим шагом будет поддержит идею проводить разговоры о важном прямо во время зачатия чтобы значит сперматозоид когда он будет лететь к яйцеклетке уже нес в себе соответствующую информацию ночью так оно на рай будет